Во всех храмах всего мира, там где совершалась божественная литургия, читалась Евангелие о слепом. О том человеке, который сидел при дороге, находясь, скорбел, страдал, мучился, потому как зрения этого человека не было от рождения. Видевшие его проходили мимо, кто бросал ему монетку, кто подавал кусок хлеба на пропитание. Но этот человек был слеп от рождения. И вот, когда проходил мимо Иисус Христос со своими учениками, то ученики спросили Иисуса Христа, «Учитель, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» И Господь говорил, что эта болезнь не по грехам родителей и не по его, а это болезнь для славы Божьей. Вы слышите, оказывается, есть болезни и не по грехам. Мы часто думаем, и в большинстве своем мы болеем по грехам своим. От объедения, от пьянства, от непорядочной жизни, от невовремя производимого отхода ко сну, от нарушения режима нашего питания, сна, образа жизни, мы болеем. Часто мы болеем за невоздержание по попущению Божию. Но есть болезни к славе Господней. И вот сегодня как раз об этом Евангелие и говорит нам, что Христос делает плюновение, потом этим плюновением помазывает глаза слепому и говорит ему, чтобы он шел в купель Силуамскую и омылся. И вот когда тот умылся, возвращаясь, он прозрел. Вот какова радость человека, который был слеп от рождения и вдруг получает возможность видеть этот Божий мир. Вот если вы закроете глаза хотя бы на минуту, а если на минут 10, а если хотя бы полчаса походить с закрытыми глазами, или хотя бы часа два, вы поймете, как страшен крест и тяжел людей, которые не видят. А если день, а если два, а если всю жизнь человек никогда не видел ни солнца, ни цветов, ни восхода, ни заката, ни красоты цветов, ни красоты дерев, ни палитры небес. И вдруг он это все увидел. Вы представляете, какая радость была у человека, который родился слепым, он не видел. Ему говорили, посмотри, как красив мир. Он говорит, я этого не понимаю. Посмотри, как красив закат. Я не знаю, что такое закат. Это солнце. Я не знаю, что такое солнце. И вдруг он получил здравие глазам своим. Конечно, радости его не было предела. Но так как это произошло в субботу, фарисеи и книжники призвали его. Кто исцелил тебя в такой день, когда ничего нельзя делать? И человек тот слепой, который получил прозрение, говорит, я не знаю того человека, но он сделал мне плюновение и сказал омыться в купеле Силуамской. Я пошел умылся и стал видеть. Как он это сделал? Стали приставать к вопросу с вопросами. А что он? А как он? А откуда он? Да не знаю я, откуда он, но сказал мне. И я пошел, сделал, и вот теперь вижу. Они не поверили ему. Позвали его родителей. И говорят, а действительно ли он был слепым? Потому что сейчас-то он абсолютно зрячий. А родители понимали, что если они, а знали, что уже имя Иисуса Христа было в поношении, если они скажут о человеке, который исцелил его, они могут быть отлучены от синагоги. И они были вынуждены сказать, да, мы знаем, как родители, что он родился слепым. А как видит, не знаем. Сами спросите, уже в совершенных летах. И снова они начинают допрос. Так, кто же этот человек? Как это произошло? Он даже удивленно спрашивает, да не знаю как. Или вы сами хотите сделаться его учениками? Ибо не видано было от века, чтобы кто отверз очи слепорожденному. И они говорят, ты во грехах родился. Мы наследники учения Моисея. Иди вон. Они прогоняют этого слепого. И вот этого слепого находит Христос. Он подходит к нему и говорит. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» А тот слепой и прозревший, он, конечно, ничего не видел раньше. И вдруг перед ним этот удивительный человек с добрыми, светлыми, любящими глазами. «Веруешь ли ты в Сына Божия?» Иисуса Христа. А он говорит. «Кто он?» «Я не знаю его». «И видишь ты его?» И он стоит перед тобой. И вот тут слепой восклицает. «Верую Господи!» «И поклонился Ему». Это удивительные слова, которые каждый должен сегодня воспринять по-особенному, дорогие братья и сестры. Что значат эти слова? «Верую Господи!» «И поклонился Ему». Произошло двойное чудо. Христос не только возвратил Ему зрение телесное, но и возвратил Ему зрение духовное. А сколько таких слепцов, которые и видя, и не ведают ни Бога, ни молитвы, ни церкви, не ценят, не ходят, не молятся, говорят, а я не понимаю, я не вижу. Я не вижу Бога. Эти люди не слышат слова евангельские, облаженные чистые сердцем, якоти Бога узрят. Пока ты сердце свое не очистишь от духовной грязи, ты Бога не увидишь. Почему фарисеи не увидели во Христе Спасителя Бога? Потому что сердце было их окамененно. Правильно говорил о них пророк Исаий. «Приближаются ко мне люди, которые устами своим чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня, и ушами едва слышат, и глаза свои сомкнули, чтобы не увидеть глазами, и не услышать ушами, и не обратиться сердцем ко мне, чтобы я исцелил их». И вот удивительное, чем продолжается это евангельское благовестие, какой удивительной фразой Христа. Он говорит, «На суд пришел я, чтобы невидевшие видели, а видящие стали слепы». Как это понимать, Господи? Ты пришел на суд, чтобы невидевшие прозрели и стали видеть. И на сегодняшнем примере мы увидели, что слепой прозрел и увидел, и поклонился тебе как Богу, потому что он прозрел телесными очами и уверовал, потому что вера – это зрение духовных очей. А сколько людей, которые остаются в неверии? Сколько людей, которые остаются в слепоте духовной? И мне хотелось бы, отвечая на этот вопрос, привести вам один маленький пример, который описал замечательный русский писатель Иван Сергеевич Шмелев. В своем прекрасном рассказе «Врешь, Бог есть» он описывает события 1922 года в одном из сел русских, русской глубинки, это село называется Ильинка, куда пришел Троцкий со своим 12-летним сыном. А что такое сын у Троцкого? Имя Троцкого известно. А вот сыночек, кругом понимая, что вседозволенность революции позволяет многое и ему, он многое позволял и себе, как сын Троцкого. Он хулил Бога. Он ходил на такие занятия, где рассказывали, что есть только советская власть, и Бога нет никакого. И вот собрав пацанов, Иван Сергеевич об этом пишет в своем прекрасном рассказе, и говорит о том, что он решил провести доказательство, что Бога нет. И говорит, завтра мы собираемся все на берегу пруда, и я покажу вам доказательно, что Бога нет. Вот сыночек Троцкого. Пришло всего пять ребят, кого мать не пустила, кого бабушка наказала, а кто и просто убоялся. Хотя пацанов ходили на это занятие около двадцати. И вот пятеро ребят, ради любопытства, да и потом по страху к авторитету сына Троцкого, пришли, и тот говорит, садитесь в лодку, сейчас поплывем на середину озера. И они отплывают на середину озера, в таком затаенном ожидании. Сейчас я вам докажу, говорит этот духовный слепец по слепоте отца, ослепший сын духовно. Я докажу вам, что Бога нет. Пацаны насторожились, и вдруг этот сыночек, отпроск атеиста и безбожника, достает икону Богородицы Пресвятой Девы, а потом берет, развернув ее, перевязывает шпагатом крестообразно, и к шпагату привязывает кирпич. А потом говорит ребятам, сидящим в лодке, я сейчас брошу ее в это озеро, и вы посмотрите, что никакого Бога нет. Берет и говорит, раз, два, три, и бросает икону с камнем в озеро. И она опускается вниз, круги пошли по воде, по глади, мальчишки затаились, что будет, как будет. А тот говорит, ну что, поняли теперь, нет Бога никакого, говорил этот духовный слепец, слепой наследник слепца. И в это время еще хотел раз произнести он эти страшные слова об отсутствии Бога, как вдруг икона всплывает. Они в ужасе, сам этот сыночек слепец видит и не верит глазам своим. А мальчишки берут весла и гребут обратно к берегу, назад, назад. Один из них, сидящий в лодке, говорит, врешь, Бог есть, и размахнулся и ударил ему в ухо. И на этом быстрее, быстрее догребли до пристани, а потом сказали об этом папе, а потом местные жители узнали, а потом сказали, а как же икона, потом всем селом искали ее в этом озере и узнали, что, оказывается, моряк, отставной моряк, порт Артура, защитник, сразу узнав об этом вплавь, поплыл и икону Богородицы спас. И вот так, дорогие, прозревали наши мальчишки. И так слепли и теряли духовное зрение те, которые отрекались от Бога. Давайте попросим сегодня Господа, чтобы Он открыл нам наше духовное зрение, потому что истинно зрячий человек – это тот, который знает, сердцем знает, что Бог есть. Он не ищет глазами его, потому что сам Христос сказал Фоме, Фома, ты поверил, потому что увидел, но истинно, истинно говорю вам, блаженны те, которые не увидят, но уверуют. И вот сегодня все вы, собравшиеся в храме, блаженные люди, которые не глазами увидели и не глазами хотят увидеть Господа, а сердце. И сегодня мы, соединившись со Христом в Таинстве Евхаристии, поистине сердцем видим воскресшего Христа. Потому и произносим это пасхальное приветствие с такой радостью, как видевшие воскресение Господа. И поем «Воскресение Христово, видевшее, поклонимся Христову Святому Воскресению». Мы не видели Его глазами, но мы видели и чувствуем Его сердцем. И потому поклоняемся Ему, воскресшему из мертвых, и прославляем Его этим вечно живым и жизнеутверждающим. Христос воскресе! Аминь! Воистину воскресе Христос и нам даровал живот вечный. Аминь. Аминь.